25 мая в Патторе во временно оккупированном Крыму снова гремели взрывы. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», над Новофедоровкой поднялся дым. Там расположен военный аэродром Саки, где базируется 43-й истребительный авиаполк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. Впрочем, вскоре телеграм-канал написал, что так могли загореться коттеджные постройки. В то же время оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев отчитался. Якобы 25 мая Черноморский флот РФ проводит тренировки со стрельбой из различных видов оружия. Напомним, вечером 23 мая во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. Сообщалось, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов. Как писало партизанское движение, АТЭШ, вероятно, были нанесены значительные повреждения оборудованию и уничтожено много российских военных. Позже издание Defense Express заявило, что Украина использовала четыре ракеты АТЭКОМС для того, чтобы поразить узел связи. Однако официальных комментариев украинской стороны об этой атаке нет. Тем временем, партизанское движение АТЭШ устроило диверсию на железной дороге в российском Ярославле. Сообщается, что агент движения уничтожил релейный шкаф, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции Полянки. В телеграм-канале АТЭШ отмечают, что Ярославль – это важный логистический узел, который использовался россиянами для переброски продукции с военных заводов РФ. Благодаря успешной диверсии была затруднена транспортировка продукции военного назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова